плотной маской мы определились плотную маску отсадили теперь значит у нас осталось пустое место три рамки я отсюда взял то есть сюда можно три рамки поставить ну вот поскольку я являюсь противником вывода маток от одной семьи и замена допустим маток всех матками сестрами вот я при выводе маток использую личинки от разных семей то есть вот здесь уже есть рамки на которые можно закладывать личинки вот теперь я выберу еще три семьи от которых возьму по рамке тоже где есть яички есть молодые личинки то есть те рамки на которых можно закладывать маточники вот то есть в идеале у меня в этой семье будут воспитываться матки от четырех разных семей вот каждые маточники будут на своей рамке единственное что их будет объединять это общие пчелы воспитательницы которые мной выбраны от семьи который показала самые хорошие результаты по зимовке и на момент создания воспитательницы в ней находится большое количество пчелы очень хороший результат по зимовке у меня показал вот этот отводок к раенке облетывался он самый-самый последний зимовал на воле с увеличенным подрамочным пространством значит и корма у него остались и силой небольшой он уходил зимовку и призимовал очень хорошо поэтому рамочку с личинками для и яичками для закладывания маточников одну рамку я хочу взять с него чтобы посмотреть на то какие дочки будут это поздний отводок был в том году но по зимовке хорошо себя карник показал вот это очень неплохо тут уже вот видно строится сотик значит можно подставлять еще наша задача взять рамку с яичками с открытым расплодом и не перенести маточник вот эту беру вот это вот рамы пчелок надо стряхнуть таким образом пчела выходит из ячейки так стряхиваю пчелу пчелок Так. в окраинке рамочку сейчас рамочку поставлю сюда я нашел вот эта рамка от краинки взята с яичками и с открытым расплодом на всякий случай обязательно надо еще раз проверить нету ли здесь матки потому что бывают всякие у штри пчелы бывает и матка с ней теперь дынком загоняем и ставим гнездо эту рамочку в рамку в обязательном порядке надо подписать что здесь матки и маточники будут для этого у нас есть на мастер мы на нем сразу подписываем краинка карника номер 39 2 мая все одну ламочку нашел пайду еще теперь брать теперь хочу взять от карпатки это матка здесь карпатки двух годовалая 2015 года хорошо сработала нами в городе в том году год был довольно таки непростой у нас вот на разнотраве хорошо работала на мед зимовала на воле хорошо перезимовала вот вот сейчас хочу рамочку отсюда взять залож так тоже вот сотик уже время пришло расширение сотики строить значит надо магазин подставлять сюда пощипываем магазин вот такую рамочку сейчас возьму взятка идет с рамки ставлю теперь от карпатчика рамочку так теперь ставлю рамку от карпатки тоже надо посмотреть на всякий случай нет ли маски вот сюда и подкусываю ее тоже карпатка карпатка номер 32 значит второе маня значит второе маня так ну еще рамочку у нас от карпатушки номер 4 тоже хорошая тоже двухгодовалая Дон Марка это номер 4 тоже двухгодовалая маня карпатка тоже хорошо на мед показала она сработала зимовала на воле зимовка хорошая вот сейчас рамочку для закладывания маточников от шарма вот это наверное это наверное скорость да это хорошая рамочка вот это все Так, сейчас мы ее сдвинем, это номер четвертый. Карпатка, номер четыре. Карпатка, номер четыре. Карпатка, номер четыре. Так, теперь надо все наростки снять и поставить кормушку. Поскольку первые десять дней, чем больше корма будет поступать в улей, тем лучше для формирования будущих матов. Вот, нежелательно давать сахар, желательно давать мед, мед обязательно надо кипятить. Полезные свойства для вывода матов не ухудшатся. Зато будет все бродильные процессы убраны. И можно сказать, что он будет простерилизован более-менее. Конечно, невысокими температурами, но все равно. Так, пленочка. Потом кормушечку я установлю. И от 250 до пол литра в день подкормки медовой. Номер теперь будет 21. Ну вот пока все. Теперь устанавливается к вечеру кормушка. И дается корм мед натуральный, прокипяченный мед. Из расчета 250 миллилитров, пол литра в сутки. Вот. Для того, чтобы шло выкармливание, воспитание маточников. Вот. В общем, в этой семье воспиталки будут маточники воспитываться от четырех семей. Вот. В дальнейшем уже на усмотрение пчеловода. Как чего будет использовано. Теперь.